Мы не знаем, как действуют эти законы в отношении каждого человека, каждого народа, каждого общества. Но знаем другое, что нарушение законов, природных законов нашего существования, знаем, чем это грозит. Нельзя пить кислоту вместо воды. Нельзя вместо стула сидеть на раскалённой сковородке. Это мы знаем? Знаем. Во что это выльется? Можем предполагать вполне. Вот здесь, когда мы говорим о причинах духовной катастрофы, именно духовная катастрофа-то произошла. О, если бы это были катастрофы внешние, духовные, разрушения, вот оно где оказывается. Архиепископ Лука, воин Исенецкий, да, поэтому призывал в одном из своих указов – неужели мы не опомнимся? Неужели мы опять повторим эту предреволюционную ситуацию? Неужели мы опять будем так же себя вести? Обращается он к своему духовенству крымскому. Да-да. Опомнитесь! Всё то, о чём мы слышали, – это есть нечто иное, не просто как описание того, что было. Нет-нет, избави Бог, чтобы мы, не помня этого, пошли опять по той же дороге и попали в огонь и болото. Это непременно будет, если не опомнимся. Вот какие были духовные причины катастрофы 1917 года. Они, я бы сказал, великий учитель всем нам, всему нашему народу. Как было бы хорошо, если бы все, по крайней мере, знали, каково духовное состояние и что оно определило. А не эти только внешние, там, шпионы, агенты, предатели, масоны и кто только нет. Всё вот они, они, они. Но мы, я-то не такой же. Мы-то не такие. Ай-яй-яй, детский сад какой! Вся причина в духовном состоянии, оно является определяющим началом. И дай Бог, чтобы действительно наш народ это понял и обратился именно к духовной жизни, а не просто в внешней скорлупе церкви, просто к внешней свечку передать через левое плечо нельзя. И через правое, пожалуйста. Дай Бог, чтобы мы обратились к этому. Тогда я думаю, что Господь избавит и наш народ от какого-то повторного такого события, как избавил Ниневию покаявшуюся. Ну, спасибо вам! Спасибо за внимание! Алексей Ильич, насколько мы сейчас близки к событиям 17-го года? Может ли это повториться в наше время? И как вести себя православному, если это повторится? Ой, спасибо, что вы такого высокого мнения обо мне! Я всех вижу духовное состояние! Ну, что вы! Ну, что вы! Умолчим! Умолчим почему? Не потому, что надо замазывать болячки, а потому, что мы достаточно видим, очень много видим, и об этом говорить ещё вслух, да много, просто даже не хочется. Мы должны оберегаться всячески, насколько можно, прежде всего, в личном плане, потому что на других указывать – ой, как легко! Вот они такие-то! И сякие-то! От президента до патриарха, до епископа, до начальника, до соседа! Все вокруг меня виноваты, один я, только чистый голубок! Вот зачем надо следить! Мы должны постараться самим, самих себе, будем помнить слова Киреевского, что одна нравственная победа – это торжество для всего нашего народа! Вот это нужно помнить! – Алексей Ильич, скажите, пожалуйста, как простить другого человека? – Так просто это не может произойти! Так же, как вы мне скажете, как поднять 100 килограмм двумя руками вверх? Ну, вам скажут, как? Спросите тренера, он скажет, ну что ж, начнём с 4 килограмм, с 10 килограмм. Так и здесь тоже. Для того, чтобы совершить это, надо начать понуждать себя. Первое, вот, будет послезавтра, прощённое воскресенье. Давайте хоть с понуждением себя, хотя бы вопреки нашей души и нашему сердцу, потому что это такая дрянь же он! Вы же понимаете, какая дрянь! Я же хороший, а он дрянь! Понимаете? И спросить прощение! Ну, хотя бы с понуждением! Начать хотя бы с языка! Что языком надо же понять, в конце концов, что все наши нестроения и та вражда, которая часто возникает, ведь она обусловлена вовсе не тем, с кем я повздорил. Нет такого! Всегда виноват и я! Причём учтите, что говорит наш лукавый разум. Я в этом случае не виноват, а виноват он! Верно? А в тех случаях? Ой, я ничего не помню! Когда я был виноват, я не помню! А вот здесь? Ух, негодяй! Он! Ох, как полезно вспоминать это! И именно помня это! Бог простит тебя! Мольте, меня Бог простит! Тогда за эти вещи! Поэтому начинается с понуждения. Понуждение, вот видите, хотя бы церковь установила этот день воскресный, прощённое воскресенье. Это уже хоть маленький шаг, но уже! Но и нужно постараться, постараться вспоминать свои гадости. Простите меня за такое слово! Может быть, тогда мы увидим, увидев в себе эту дрянь, может быть, с большим великодушием отнесёмся и к ошибкам других людей, и скажем, Господи, прости меня и его. Я думаю, что вот так. Нужно подходить к этому разумно, а не бездумно. Как узнать, почувствовать, увидеть волю Божию? И не вздумаем лезть в ум Божий. Господи, дай, открой-ка мне твою волю! Ай-яй-яй! Это ничего докатиться! Да вы даже к своему начальнику не добьётесь! У него некогда очередь, чтобы узнать его волю. Волей Божией нам открыто! Слышите? Открыто волей Божией нам! А вот захотим ли мы поступать по ней – это вопрос другой. Мы хотим узнать, как ехать туда или не ехать, да? Ходить или не ходить? Сказать или не сказать? Уже касаемся вот этих отдельных точечек. Но закон совсем другое говорит. Если ты, человек, постараешься поступать в каждом случае по совести и разуму, это будет исполнение воли Божией. Потому что Господь видит на сердце твое. Да! Вот ты видишь, я считаю, Господи, я знаю, что я безумный, но я считаю, что поступить нужно вот так правильно, по совести. Вот мой ум, моя совесть говорит – всё, поступаешь по воле Божией. Вот что такое по воле Божией поступить. И если даже я в данном случае допустил ошибку, а это запросто может быть, Господь тогда исправит, видя искренность моего намерения, моей души. А если мы будем лезть в ум Божий, ну-ка, Господи, скажи-ка свою волю, то мы во веки веков никогда не исполним воли Божией. Повторяю, Его воля в том, чтобы мы поступали по совести и нашему, пусть глупому, но рассуждению, но совестному рассуждению, а не лукавому, потому что мы очень умеем это здорово лукавить. Вот так. Студент Московской Академии, Антоний, хотелось бы мне вспомнить такую замечательную книгу из Ветхого Завета Иова, о страданиях Иова. И вот, на мой взгляд, она в какой-то степени отражает ту ситуацию, которая произошла с нашим государством. В каком смысле? Я полностью с вами согласен на том, что вы сказали, что такая основная причина вот такой катастрофы в 1917 году это нарушение духовного закона. И действительно, вот если посмотреть на историю Иова, то вот он такой, может быть, сказать, единственный такой человек был праведным, который приносил, как говорится в этой книге, жертвы за своих сыновей. Он приносил жертвы, если они согрешили в чем-то. В этой книге говорится и о самом Иове, вот о праведном Иове. И вот как же объяснить его страдания? И вот в этом плане можно вспомнить и тех людей в России, которые действительно были искренне с Богом, которые жили благоугодной жизнью и тысячи, десятки тысяч пострадали. И вот помните еще, наверное, тот момент, что друзья Иова как раз и обречали Иову в том, что он грешен, то есть подчеркивали именно нарушение этого духовного закона. Но Иов не чувствовал этого, и поэтому он не понимал своего состояния. Спасибо, да-да. Этот вопрос очень хорошо, что он прозвучал. Это обязательно надо было. Действительно, пострадало ведь, мы говорим, десятки миллионов людей. Что они? Кто они? Как понять эти страдания? Посмотрите сейчас, сколько канонизировано даже из этих людей. И совершенно справедливо. Как понять это сочетание? С одной стороны, такая картина, о которой пишут наши святые, не кто-нибудь, не богословы, а святые пишут, что и с другой стороны, вот этот факт. Чем же являются их страдания? Как можно оценить? Вот сейчас, знаете что? Так, сейчас. Ясно. Идут автоматчики. Сейчас будет расстрел всем, кто не отречётся от Христа. Кто не отречётся, прикажут встать. Им тут же будет расстрел. Мне позвонили. И расстреляют. И вы знаете, что делает церковь? Скажут, да, эти люди достойны канонизации. То есть, причисления к лику святых. Они не отреклись от Христа. Ну, не знаю, как вас, я, может быть, я тоже, наверное, с вами постараюсь встать тоже. Я не отрекаюсь. И вдруг, когда я увижу, меня канонизировали, у меня волосы поднимутся дыбом даже там, где их нет. Потому что я знаю, какой я святой. Но, да, вот этот акт, когда я стою, какой я греховной жизнью живу, но всё-таки Господь дал мне. Вот когда на грани уже стоют, нет, я всё-таки хочу быть христианином и не отрекусь. Да, Господь даёт каждому человеку, создаёт те внешние условия, при которых он, он может всё-таки показать себя. К Богу он хочет идти или против него. Поэтому все мы грешные. Все. Помните, Макарий Великий писал? Николи же, никогда же сотвори благое пред тобою. И каждому, поэтому Господь, кто своими подвигами старается очистить душу свою, кто внешними вещами, как, помните, писал Иоанн Затауст, как он затовол, хочешь спасения – не греши. Согрешил – ну, кайся. А если не каешься – терпи скорби, которые таким образом очищают человека. Так что в данном случае, видите, что это значит? Благодаря именно премудрость свою Божия, благодаря этому, сколько людей спаслось нашего, сколько народа нашего спаслось, перенеся эти страдания. Сколько из них? Многих канонизировали. Да не важно, что кого не канонизировали. Это действительно эти люди, которые перенесли эти страдания. И если они страдания понимали так, как о Господе, ну, Твоя воля такова, прости меня, мы грешные действительно. Это действительно святые люди. Оказалось, жатва великая. Жатва великая. Но сама-то жатва была, конечно, страшной. И кто бы хотел попасть под эту жатву? Я думаю, не все. Поэтому вот книга Иова, она не совсем точно в данном случае относится. Вот не Невия, вот это великолепно действительно относится, да. Вот. И Иова, она довольно сложная, философская, такой, я бы сказал, отчасти, эта книга. И в данном случае эти беседы с его друзьями, которые пытались его обвинить, вот ты грешный, ты согрешил, давай говори, это, конечно, это негодное дело. Нет, у нас совсем другое. Мы все грешные, но не все сознаём только этого. И это надо знать. А закон духовный действительно такого. и наши мудрые подвижники говорят, скорбей у нас много, но знайте, мы все подобны разбойникам, распятым, справа и слева от Христа. Какой вы крест себе избираете? Страдания кажутся одинаковые, а поведение? Правый говорит, достойное по делам моим. Ответ сегодня же будешь в раю. Другой рвался, спаси себя и нас, и о нём даже ничего не сказано. Как хорошо! Ясно и так, без слов. Вот в каком состоянии мы находимся, и действительно, всякие события, которые особенно такие трагические, они должны нас научать, быть примером и научением. Ещё даже такой язычник Цицерон и тот говорил, история наша лучшая учительница. Вот последуем этому слову. Алексей Ильич, в чём была причина развития неверия в среде духовенства? Ну, одна из причин, что наше богословие, наша школа, например, эта старейшая школа, открыта была в 1685 году. Вот сейчас любому из здесь сидящих вдруг сказали, поручили бы, вы будете преподавать. Что первое он бы сделал? Где взять пособие? Где? У кого? У нас в России ничего не было. И взяли кого же? Католические протестантские учебники. И вы знаете, сколько оттуда взяли? Вы не представляете просто. Очень много взяли. А это католические схоластические богословия, безжизненное богословие, которое занимается вот этой игрой в шахматы в голове. Если духи бесплотны, ангелы, сколько их на кончике иглы поместится? Сколько поместится на кончике? О-о-о! Это так просто ответить, посчитать. Вообще, схоластика чем характеризуется? Постановка таких вопросов, которые меньше всего касаются нашей реальной духовной жизни. Вы знаете, что даже у нас нравственное богословие, а не духовное богословие. По очень многим вопросам мы приводим авторитетные каких-то богословские мнения, а не святых даже отцов. святых отцов, опять-таки отдельных, которые не даём полной картины. Так что я вам зачитывал, Игумен Никон Воробьёв, например, говорил, что у нас уроки закона Божьего, вот послушайте, вот действительно, прям живой человек, были уроками острот и кощунств. Так здорово преподавали закон Божий. Слышите? Всё, всё кажется по-библейски, всё по-библии, всё цитаты. Разве так молодёжи надо? Разве можно так? Где же ответы на вопросы? Ответов нет. Всё по-описанному. А вы знаете, что заставляли катехизис, например, учить наизусть? Катехизис – это книжечка, ну, небольшая, в которой расположена... О, вере изучение какое? Вопрос-ответ, вопрос-ответ. Вот ученик должен был учить наизусть. Вопрос-ответ, вопрос-ответ. Всё, выучил пять, не выучил два, да ещё на колени на горох поставит. Просто мы не знакомы с характером обучения. И, естественно, что это очень отвращало очень многих, когда нет ответа на вопросы, жизненные вопросы. Это одно, а, конечно, второе, о чём, вот, уже писал Киреевский, о чём писал Иоанн Кронштадтский, о чём писал Серафим Саровский, что мы, что в Арсенофии Оптинске этот мутный, грязный поток с Европы. Вот откуда идёт этот нигилизм, атеизм, эта гордыня. Недаром писали наши, Европа вечно ненавидит Россию. И сейчас мы хоть можем убедиться, что ненавидит, или теперь даже не видим, смотрим и не видим. Это вечная зависть и вечная неприязнь. А где зависть, где неприязнь, не ищите истины в той вере. В той вере нет истины. И, действительно, там нет истины ни в католицизме, ни в протестантизме. Там глубокое заблуждение. И самое, конечно, неприятное, о чём даже пишет Хомяков, он очень хорошо пишет, что Европа, вот я, может быть, сейчас даже зачитаю, да, Хомяков вот писал, в западных вероисповеданиях, то есть католицизме и протестантизме, лежит глубокая неприязнь к восточной православной церкви. Слышите? Неприязнь нас рассматривают как схизматиков, как ничего не понимающих, ничего не понимающих, не знающих. Вы слышите, что творится? Вот каково отношение. И когда по их, этих несчастных их учебниках, когда вдруг, если мы обучаемся, только что ожидать от мертвичины, какую жизнь можно получить, вот откуда. И наше преподавание, и сильнейшее влияние западного богословия на наши умы, на наших учащихся. Вот и результат, какой омерщение, полное омерщение нашего сознания, нашего христианского сознания, наших воспитанников. Вот так. Алексей Ильич, вот у меня к вам вопрос. Этот вопрос от моего мужа, он просто стесняется. Два вопроса. Нет, по одному только, а то я забуду, чтобы клин клином не выбил. Первый вопрос насчёт интуиции, как вы относитесь к интуиции, есть люди, у которых больше развитая интуиция, и вообще, что это такое, можно ли на неё полагаться? Это первый вопрос. Интуиция есть в каждом человеке, особенно, кстати, у женщин, она более сильная, полагаться нужно с огромной осторожностью, потому что из-за этой интуиции иногда нам вдруг не понравился человек, и мы всё, значит, он дрянь, а этот понравился, значит, хороший. А что пишут даже о духовниках, не поддавайтесь первому впечатлению, оно бывает очень обманчивым. Так что интуиция, интуиция дело такое, к которому нужно относиться с большой осторожностью и рассудительностью, и проверять, чтобы не обмануться. Вот сейчас мир захлестнул, особенно в России, есть теория такая транссёрфинга, знакома с ней Вадима Зеланда, особенно молодёжь ей следует. В общем, это эзотерическая такая теория, если вы знаете, то я продолжу. На русский язык можно перевести? А, я не знаю, как по-русски, он так и называется. Ну, хорошо, тогда суть дела, скажите. Вы говорили, что есть духовные, есть природные законы, ну, приводя пример, например, если сесть на сковородку, будет больно. Вот, это всё очень схоже с этой теорией транссёрфинга. Вот, в частности, например, если думать о плохом, то притягиваться будет плохое, если о хорошем, то будет притягиваться всё хорошее. То есть, есть в мире определённые законы, которым нужно следовать. Ну, это не законы, это уже психология. Ну, да, подобные, так сказать, привлекают, кажется, подобные. Но это всё на уровне какое? Нашей этой земной всё жизни, как бы здесь нам было получше здесь. А мы-то должны, как пишет апостол Павел, не имеем здешнего, а ищем, ищем грядущего, будущего. Мы ищем вечной жизни, а не просто удобств в этой жизни. В этой жизни, я думаю, что это может помочь. Конечно, лучше думать о хорошем, о хорошем, чем о плохом. Это верно. Но мы говорим, необходимо понуждение себя к исполнению заповедей Евангелия, а не просто думать. Нужно к исполнению заповедей. Тогда это исполнение заповедей покажет нам, что в нас худого. тогда мы будем кавиться, и тогда мы будем настоящими христианами и другим поможем. Можно еще к этому, к вашему ответу дополнение? У меня муж, он говорит, что ему просто, например, легче, ну, как мотивация, например, не гневаться, потому что, вот это, например, теория говорит, что если ты гневаешься, ты тут же получаешь что-то плохое. А вот, ну, если по-христианскому пути, ты не гневаешься, ну, точнее, если ты гневаешься, то ты получишь воздаяние когда-то там, в будущем. То есть, для личной мотивации ему легче вот следовать именно теории трансёрфинга. Я вам скажу так, вот эта точка зрения у нас, она как пришла к нам с Запада и во всех наших книжках, и в наших богословиях всюду, что если сделать что-то, тебе будет потом наказание. А святые отцы говорят совсем не так. Исаак Сирин говорит, Бог Бог ничего не делает ради воздаяния. То есть, ну, отпустить, что ли? Вот ты плохо сделал, вот тебе. Бог ничего не делает ради воздаяния, а всё, что совершается, только для пользы человека. и более даже говорит дальше. Одним из таких предметов является гиенна, то есть ад. Даже ад, оказывается, не месть человеку, а даётся как последнее средство для спасения человека. Представляете, какие даже вещи пишут. Нет воздаяния, нет мести у Бога, он врач. А врач, когда что-нибудь режет, это что он? Вот тебе я сейчас вырежу что-нибудь, почку или селезёнку? Да? За то, что тот и сделал. Он лечит, а не калечит, и Бог никому не воздаёт. Так что, если и здесь то же самое, мы что-то делаем, что-то негодное, то это потому, что мы нарушаем этот закон, закон, установленный Богом. А насчёт вечности – нет. Если мы покаемся, ничего не будет. Не будет нам хуже. Худого. Вот так. Алексей Ильич, вот такой вопрос. Ещё раз хочется услышать ваши советы и рекомендации, как жить в современном мире. Начала жить православной жизнью, окружающие злятся, я вызываю у людей неприязнь и раздражение. Телевизор смотреть не хочется, разговаривать не о чем, а с людьми контактировать надо. Ну, значит, вы что-то такое там, какие-то ошибки допускаете. Потому что христианство требует так жить, чтобы, насколько это возможно, ничем не выделяться в своём внешнем поведении, в одежде, в привычках, в контактах, ничем не выделяться, ничем не показывать своё христианство. Особенно это касается тех, вот, я бы сказал, внешней, наружной, церковной стороны жизни. Нет ничего хуже, чем крест наружу. Есть такое очень хорошее выражение. Действительно, когда человек начинает демонстрировать своё христианство. Мне кажется, что, наверное, вы чем-то демонстрируете своё христианство. Нужно скрыть это. Телевизор можно, и за это никто не обидится, что вы не будете смотреть телевизор. Дрянь такая, буду я смотреть. Да и всё. Никто не обидится. Они смотрят телевизор, я спокойно могу почитать всё, что угодно в это время. Правда же? Насчёт балтологии. Я думаю, всегда можно культурно отойти от очень многих вещей. Главное – ни в коем случае не демонстрировать своё христианство. Слышите, я православный, а вы тут все греховодники такие. Да я не хочу с вами общаться, вообще-то. Вот это очень опасная вещь. Я, конечно, утрирую несколько, но именно в этом смысле старайтесь всё внутри себя держать и не выделяться ни в коем случае ничем. Вот так. Ну, кроме хорошего, конечно. Одеваться нормально надо, а не выше крыши. Я думаю, что это по-христиански будет, но это никого и не приведёт раздражения. Конечно. Выпил рюмочку, но нельзя десять. Это опять ничего. Извините, у меня печёнка болит. Или селезень кричит. Всегда это можешь найти. Хорошие, удобные оправдания с шуточкой и прибауточкой. Вот так. Вот так я думаю. Пожалуйста, ещё вопросы с зала. Да. Здравствуйте, Алексей Ильич. Выражаю свою благодарность, во-первых, за такой обстоятельный рассказ про столетие революции. И вы объединили знания... Да, да, да. Я, ой, я вот такой, что вы, да. Ну, хорошо, вопрос. Так, ой, это другое дело. Так. Если вы ответите неправильно, тогда мне придётся задать ещё один вопрос. Ой, буро. Раз вы хотите, чтобы вас смелили, тогда я попробую сделать и этот вопрос. Ой, тоже не надо. Ну, хорошо. Что вы предлагаете конкретно, да, вот, как профессор Духовной Академии, да? Что можно сделать, чтобы это не повторилось, допустим? Сейчас я зачитаю уже не Кирьевского, а как Кирьевского. «Каждая нравственная победа в тайне одной души есть уже духовное торжество для всех». Вот что я предлагаю делать. «Наконец, обратить внимание на себя – это ужасно!» Я всё время только на других обращаю внимание. Вокруг меня, вы знаете, ты редко найдёшь хорошего человека. Один я хороший только. Вот ведь мир какой! Итак, вот что я предлагаю делать. «Наконец, пора нам, хотя бы христианам, обратить внимание на свою жизнь, на свою душу, на свои мысли, потому что мысль порождает все наши деяния, поступки и слова, и дела. Вот на что обратить внимание. И это будет той нравственной победой, которая крайне необходима и для самого человека, и для всех нас». Алексей Ильич, вот есть такой вопрос. Что такое болезнь, почему люди болеют разными болезнями – это наказание, испытание или знак? Только сейчас я сказал, что Бог не палач, а врач. Когда врач делает операцию и вырезает чего-нибудь у нас, какой-нибудь ампендикс этот воспалившийся, несчастный, это что он делает? Мучает человека, конечно, ясно. Да? Ну, конечно, нет. Он лечит. Так что все эти болезни, которые возникают у нас, конечно же, они в конечном счёте имеют свои причины. Всю нашу ненормальную духовную жизнь, как я и сказал. Именно духовная жизнь, она, в конце концов, определяет все прочие аномалии, которые происходят в нашей жизни. Вот так. Вот что является причиной. Запомните, пожалуйста. Бог не палач, Бог никому не мстит, Бог никого не наказывает. Запомните, пожалуйста, все те выражения, которые мы находим в Священном Писании, они где-нибудь, они просто приспособительный характер к нашей психологии имеют. А вовсе не в самом деле, что Бог мстит. Вот ты сделал паршивец, вот тебе. Врач он. Врач никому не мстит, но лечит. А лечение бывает разным. И приятным на курорт, когда посылают, и неприятным, когда на стол под скальпель. Ну, вот так. Пожалуйста, из зала вопрос. Здравствуйте. Меня вот такой вопрос один волнует. Я бы хотела знать ваше мнение по такому вопросу. Как-то я оказалась на конференции, но в рамках православной церкви, это и присутствует епископа, но это в другом регионе, далеко от Москвы. В общем-то, меня интересует, как относиться мне, вот к простому человеку, вот к такому обожествлению царского, последнего царя и его семьи. Там, конечно, были стихи, гимны, рисунки, фотографии, фильмы показывались. И, конечно, вот я так ушла в недоумении. И мне положительно, или отрицательно. Вот лично мне. Я просто как бы не могу понять. Хочу знать ответ. Да, пожалуйста. Каждый человек может иметь своё личное мнение в отношении его. Поэтому и вы должны, как вы имеете, может быть, своё мнение, так такое же право имеет на это и другой человек. И другой человек. Ну, что же делать? По-разному все относятся. Ну, пожалуйста. Пожалуйста. В чём дело? Почему мы можем запретить другому человеку мыслить иначе? Вон, видите, Солженицын, что пишет. Вы знаете, он какие даже вещи пишет Солженицын. Солженицын. Даже так. Я уж не стал зачитывать. Но теперь я вынужден. Что он пишет? Слабый царь, он предал нас на всё дальнейшее. Слышите, какое его мнение? Вот вам вопреки там. Но это его мнение? Пожалуйста. А другой считает, нет, он очень хороший. Пожалуйста. Из-за этого не будем ни с кем конфликтовать. Не надо. Не надо. Пусть каждый думает так, как он считает на уровне своего познания, своего ума. Вот так, я думаю. И будьте спокойны. Спасибо. Нет, просто, понимаете, как бы призыв был такой, в общем, давайте будем прославлять нашего какого-то святого царя, из-за святого Руси. Вот такой планец. Ну, вот так. Вы тоже выйдете как бы и спеть чего-нибудь. Ну, вы же, простите меня, но мне не хочется грубое сравнение, но всё-таки, ну, вы же не овечка в стадии. Вы так считаете, я и так. Спасибо. Идите. Да, ну, я не имею пока такой возможности. Если гнев, родовое повреждение, будет ли такому человеку, который это повреждение имеет, тяжелее бороться с гневом, чем остальным? Да, конечно, ещё бы. Конечно, тяжелее. Конечно, тяжелее. Он может стать просто настоящим подвижником, борясь с этим гневом. Хорошо, когда у кого ничего, всё хорошо, всё гладко, никаких проблем. Это легко. О, а вот когда тот подкатывает вовсю, тот берёт гнев, о, и человек удерживает себя. Это действительно уже непростое дело. Недаром есть такая истина. Истина такая – сила Духа, духовная сила, прямо пропорциональна силе удерживаемых страстей. Кто хочет быть сильным? Ну, давайте. Давайте. Только важно здесь, как удерживать. Дело в том, что беда, когда человек просто – я вот буду воспитывать силу волю, потому что это я, Будда, когда гордыня, то учтите, это гнилой фундамент. Не сбави Бог. Нет. Я понимаю, что это гнев, это есть тот, я не знаю, то орудие, которым я калечу себя. Ну, по себя-то, пожалей себя, голубчик, ну что ты. Вот что, хотя бы ради этого. Ради этого в каком смысле? Тем более, когда мы говорим о духовной жизни и говорим о вечной жизни. Я знаю, что греховный гнев – это рана на моей душе. И, следовательно, это рана, когда она заживёт, даже когда я умру, ведь страсти-то не исчезают же по смерти. И сколько это пройдёт времени, прежде чем заживёт у меня эта страшная язва, гнев. Представьте себе, жить в злобе – это же ужасно. Вот так. Так что, я думаю, нужно вот таким образом бороться с этим. Но не ради своего «я», ради гордыни, а ради того, чтобы исполнить заповедь Божию, которая несёт нам благо и только благо. Ради собственного даже блага вечного, тем более. И ещё вопросы с зала, пожалуйста. Уважаемый Алексей Ильич, меня зовут Ирина. Я познакомилась с вами через интернет год назад. И вот в этом, как раз, наверное, благо интернета просто открыл вас для себя. И я вас глубоко-глубоко благодарю на самом деле. И вы знаете, у меня такой вопрос. У меня очень большой круг общения. И очень много моих друзей, они находятся в протестантских церквях. Попали они туда по разным причинам. Чаще всего по недомыслию. У нас в Ашкирии и в Татарии, откуда вот яда, собирают огромный зал, это огромное финансирование, различные проекты. И живая вера, адвентисты седьмого дня, да, они талантливые, умнейшие люди, русские люди. Но они уже даже сами возглавляют эти церкви, ведут там службы. И приводят огромное количество сподвижников, в том числе, с моего окружения. И вот я сейчас нахожусь в таком затруднении. Мне очень хочется помочь этим людям. И, ну, я, естественно, отсылаю ваши видео, и что могу делать. Я не знаю, как помочь. Ну, как помочь? Ну, я читаю лекции об этом. У меня есть лекции, которые на моём сайте есть, о протестантизме, в частности. И говорю о самой сути, не касаясь даже деталей. Не разбирая там баптизм, адвентисты, там, пятидесятники. Указываю на самый корень, корень заблуждения. Указываю прямо, и прямо цитирую. Так что нужно посмотреть, дать, может быть, ему сказать, ну, послушайте. Когда лютер говорит, я не превозношусь и не считаю себя лучше докторов и соборов, но я моего Христа считаю выше всякой догмы и собора, то надо, наверное, задуматься всё-таки, что значит моего? Где же критерий истины? Где критерий истины, по которому мы можем действительно судить? Как же правильно? Какая правильная вера? Где критерий? У протестантов нет этого критерия. Почему? Потому что они говорят, Библия сама себя объясняет. Отвечать приходится. Если бы она действительно, если бы так было, то бы не было бы такого разброда в самом протестантизме. И не только в нём. А вообще в христианском мире не было бы. А почему же приходит это такое раздробление христиан? Потому что, значит, понимают они по-разному. Значит, Библия не объясняет самую себя. Итак, где же критерий? Где критерий истины? Вот вопрос. У протестантов кто? Ну, какой-нибудь там известный философ или какой-то народоначальник. Ну, почему? Я помню, мы спрашивали сколько раз. Вот с лютеранами уже, Господи, десятки раз мы обсуждали. А почему на лютеры ссылаетесь? В чём дело? Мы усылаемся нам на Афанасия Великого, Василия Великого, Григория Богослова, этих потрясающих титанов, так сказать, не только мысли и богословия, но и самой жизни христианской. Ну, почему вы всё его цитируете? Да я помню, мы же задаём им. И начинаются, знаете ли, очень интересные шатания. Ну, лютер или кто-то других. Только православие имеет твёрдый фундамент. И об этом нужно говорить. Каким он является? Мы, для нас, для православных авторитетом, являются те богословы, те лица, которые засвидетельствовали христианство своей высокой христианской жизнью. Высокой, действительно, чистотой этой жизни. Вот. И можем, пожалуйста, посмотреть на их, так сказать, жизнь. То есть, для нас критерием является их не единичного какого-то одного святого. Нет-нет. А совокупности, когда мы находим, что люди разных эпох, разного интеллектуального уровня, разного образования, часто не зная абсолютно друг друга, и приходили к тем же нормам христианской жизни и понимания, тогда мы говорим – да, здесь действительно Дух Святой. Не кажется, что Дух Святой. Не верим просто, что Дух Святой в них, а действительно в них мы видим. И они действительно совершали великие знамения и чудеса. Так вот, православий критерием является голос общей или совокупной множества тех, кого мы называем святых. в протестантизме, что является критерием истины. Вот, вот, вот. Вы скажите, представьте себе, ну, как же это можно? Как же это можно? Вы скажите, вы почитайте, посмотрите, кто такой Василий Великий. Вы познакомьтесь с ними. Четвёртое столетие. Его называли кораблём, нагруженным драгоценностями. Или Афанасий Великий. Вы почитайте хотя бы. Ну, что же вы читаете? Это уже 16-й, 17-й, 18-й век. Так что же это? Первые века? Что? Ничего нет? Вот так. Я думаю, это единственный, так сказать, аргумент наиболее сильный, на котором вы можете строить свои отношения с ними. А вы берете, может, какую-то лекцию, скажете, ну, послушайте, вот, что говорит. Послушайте. Вы же ничего не потеряете от того, что послушаете. И скажете, можете провести какую-то там встречу, можете, и так далее. Вот таким образом. Спасибо большое. Дорогие друзья, на сегодня это был последний вопрос. Мы благодарим Алексея Ильича. И надеемся, что мы будем ещё иметь возможность встретиться и вот так побеседовать. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Спасибо.